Девяносто пятый год То ли девяносто седьмой Но это так, для ориентира Тогда по городу валом катались квартирные кражи Вскрывались квартиры, тащили все, что помещалось в машину и что можно было вынести Не обошли злодеи и квартиру соседей Светланы Саму Свету это происшествие задело только тем, что воры закрасили все дверные глазки соседей силикатным клеем Впрочем, во время поисков краденого на местном блошином рынке был куплен новый Ну, насколько может быть новым то, что можно купить на барахолке Так вот, вокруг этого дверного глазка все и закрутилось Точнее, по обе стороны от этого дверного глазка Первый странный случай произошел дня через четыре после инцидента с кражей и порчей старых глазков Все эти дни Света при малейшем шорохе в подъезде тихо кралась к двери и робко заглядывала в маленький стеклянный зрачок Ей уже чудились воры, маньяки и прочие подобные персонажи криминальной России Но в этот раз она увидела соседку с пятого этажа Бабу Тоню А вот тот факт, что сама баба Тоня приставилась лет пять назад Свете пришел в голову не сразу Ясное дело, потом шок, паника Даже говорить никому не стало Да и кто поверит, за дуру примут В следующий день Света провела у глазка К ограбленным соседям в гости приходила родственница с маленькими дочками Родственницы ампутировали ноги из-за варикозных язв в прошлом году Первая дочка после окончания института уехала жить в Москву А вторая осталась смотреть за матерью и потихоньку спиваться Из школы вернулся маленький Сашка, который подорвался на мине во вторую Чеченскую Поднялся на межэтажную площадку покурить пожилой Семен Тихонович Когда милиция вскрывала его квартиру, он сидел мертвый за столом уже пять дней Им ребятня во дворе пугала тогда еще маленькую Светку А в пять часов вечера с заводской смены пришел папа Он нажал на кнопку звонка, как обычно, двадцать лет назад И задумчиво улыбнулся, глядя прямо в глазок После этого Света не подходила к двери несколько дней Позвонила в институт, сказала, что заболела На кухню и в туалет она пробегала буквально без оглядки на дверь А потом заметила, что злополучный дверной глазок вырван А перед дверью валялось только стопорное кольцо В общем, эту легенду я услышал пару лет назад Уже прилично обросшую аналогичными рассказами Так вот, вторая история заключалась в том, что примерно в те же годы Одна женщина купила на барахолке старое зеркало Еще советского производства с пластмассовой девицей, крашенной под бронзу Посмотрелась в него и увидела в нем за своей спиной покойного деда Когда причесывалась в прихожей Дед, как и обычно при жизни, брился трескучей электропритовой харьков Также, примерно в этот же временной промежуток Один парень купил также на барахолке Старый жестяной фонарик на нелепой квадратной батарейке Если кто помнит подобное Который в полной темноте тускло освещал совсем другую квартиру Он освещал то, что там было 20-25 лет тому назад Лампочка фонаря лопнула Коттам посветил на то место, где всегда на его памяти висело зеркало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok